И сначала просто прочитать это место, потому что я его на самом деле не готовил, но произошли определенные ситуации, и я просто хочу прочитать это слово для того, чтобы определенные люди могли его получить, и потом мы будем дальше размышлять. Но все равно это слово касается того, что мы сегодня будем говорить. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сына. Сын мой, не допрягай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. При том, если мы, будучи наказываемыми плотскими ранителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духу, чтобы жить. Аминь. Ну, давайте дальше. Тут еще стихи. «Те, которые наказывали нас по своему произволу для немногих дней, осей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод равенства. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Вот. И просто произошла такая ситуация, что Бог открыл мне... Один человек сделал не очень хорошие дела, Бог мне открыл это немножко сверхъестественным образом. Во время этих дел телефон этого человека позвонил мне, я взял трубку и узнал об этих делах. Вот. Таким образом произошло. Я не искал, я не планировал, но это произошло. И мне пришлось этого человека как бы наказать. Вот. И поэтому я для этого человека прочитал это место, да, и хочу просто сказать, что... Бог любит тебя, поэтому и обличает. Поэтому ты можешь отнестись к этому как к чему-то тому, что тебя хочет разрушить, но... Я верю так. Со мной тоже, кстати, на этой неделе тоже происходили такие определенные вещи, что Бог меня вскрывал. Каким-то таким ситуациями, что приходило такое обличение. И у нас всегда есть выбор принять или не принять. Да. Начать оправдываться, начать увиливать, начать как-то убегать от этого, да. Но здесь было сказано, что кого Бог любит, того обличает. И наказывает. То есть, поэтому у человека всегда есть выбор для того, чтобы действительно принять правильное решение. Вот. Поэтому... И это неплохо, когда такие вещи происходят, но... Нужно, как бы, сделать правильные выводы. Вот. Ну и вообще, сегодняшняя тема тоже такая для меня, как бы, вот этот разговор, который сегодня будет, он немножко необычный. И поэтому я вот уже, когда в начале, я уже начал немножко заходить в эту тему и сказал вам про правду, да, блаженные, алчущие и жаждущие правды. И попросил вас тоже, да, задуматься над этим. Еще раз, и вообще так, внутри себя задать вопрос. Вы, вот, вы хотите правду или нет? Или вы хотите то, что вам нравится и то, что вам привычно? Что вы больше хотите? Ну, часто скажете, что вы правду хотите. А часто, когда вы начнете слушать определенную какую-то правду, которая вам не понравится, вы скажете, не надо. Вот, и вот так вот мы, как бы, устроены, что мы на самом деле, мы не особо хотим слышать правду. Вот, поэтому я вот так вот и заезжаю. Поэтому сегодня, да, и я, как бы, знаете, тоже хочу сразу вас предупредить, что я не претендую на роль того, кто вот скажет вам обязательно всю правду. Но вы должны, как бы, понимать, что так как я все-таки являюсь человеком, который говорит с кафедры, да, Бог может, да, мы можем допустить, наполнять меня определенными переживаниями, определенным видением какой-то ситуации, да, которую я как, вот, что я могу сделать, какой я могу сделать выбор. Вот, например, вот мне будут как-то мысли какие-то даны, да, придут ко мне мысли, и я, например, буду знать, что вот то, что я скажу вам об этих мыслях, вам не понравится. Я должен говорить эти мысли или не должен говорить эти мысли? Должен. Должен. Хорошо, я вас готовлю, да? Вам страшно уже, да? Ну, я поэтому и хочу немножко у вас так анестезии немножко накачать такой, да, чтобы вы... Чтобы это действительно не звучало в духе какого-то там облегчения или давления, просто вот это мои переживания, да, и многие вещи, да, которые вот я буду там, может быть, даже говорить так достаточно радикально, так жестко по поводу них, я их понимаю все равно. То есть почему так делают люди, да, что и в принципе можно даже назвать это нормально, да, но если мы хотим правду и хотим лучше и хотим больше, то, ну, как бы вот, нужно на них посмотреть, как не на совсем нормальные. Потому что что такое религия? Это вроде как нормальные вещи, такие духовные, да, такие вот, ну, как это сказать, намуженность, да, такая вот. И вот она же вся из мелочей состоит, правильно? Вот из каких-то вот деталек таких, да, что люди привыкают делать какие-то вещи без понимания. Вот она религия такая основная, когда люди просто вот исполняют, да, что такое обычно там определение там религии такой на бытовом уровне, да, что это просто исполнение каких-то обрядов и традиций. Ну, правильно или нет? Мы так вот обычно об этом говорим. И вот мы смотрим там на братьев наших православных, да, которые прямо, ну, там, в каких-то моментах они там прям сильно в этом как бы погрязли. И такие уже там, а мы, типа, лучше, да. Ну и мы тоже обрастаем всякой вот такой ненужной как бы религии, да, или суевериями какими-либо, да. То есть что такое суеверие? Ну и, да, то есть вера в суе, да, то есть такая вот вера в суете, бытовая даже, да, я бы даже так сказал вера, да, просто вот неосознанно такая вот, просто что-то сделать ради чего-то, то есть, да, без понимания как бы двигаемся. Вот, и сегодня мы вот попробуем вот в одной из сфер чуть-чуть об этом поговорить, поразмышлять. И я бы говорю, хотел бы, чтобы меня поняли правильно, потому что, ну, я говорю честно, я ненавижу религию. Я вижу, что религия это серьезный враг, серьезнейший враг, один из самых серьезнейших врагов в жизни христианина, хотя он таковым вообще не кажется. Да какая разница, как мы там свечки ставим, или вот как мы молитвы читаем, или еще что-то. Но когда это вот, ну, действительно все, то тогда чего нет? Нет живых отношений с Богом. Настоящих живых отношений с Богом нет. И настоящей веры нет, настоящих чудес нет, настоящего движения какого-то по духу нет, да. Нет ничего настоящего, тогда это серьезнейший враг, правильно или нет? Вот это вот вера, да, вот, ну, суе, да, суеверие, суетливая вера или суетливость в вере, вот. А вера это, ну, это же доверие Богу, это серьезные с Ним отношения, вот. А своей суетливостью вот такой мы что делаем? Мы удешевляем отношения с Богом. Они становятся какими-то вот, ну, неценными, потому что все вот за какими-то мелочами вскрывается. Мы их просто обесцениваем. Помните, Иисус сказал однажды, да, в Откровении, что, ой, если бы ты был... Кто про то? Отлично. Холоден или горячий. Да. Холоден или горячий. Да, вот Он про это примерно говорит. Если бы ты был холоден или горячий, ну, ты какой? Теплый. Ты просто разбавленный. Правильно? Кто такой теплый? Это смешанный, холодное с горячим. Ты ни туда, ни сюда. Это уже и не неверующий, но еще и неверующий. Правильно? Человек, который не живет верой, не живет вот этими отношениями с Богом. А такой вот он тепленький. И вот сегодня я про это говорил, что, что это такое разбавление даже. Например, мы можем там на православную там религию посмотреть и увидеть, да, как она перемешана вот с русским язычеством. Да, вот. По своей какой-то сути, по своей ментальности, по своему мышлению. И поэтому Иисус говорит, вот сегодня мы тоже говорили об этом, что в молитве не будьте многословны, как делают язычники. Потому что язычники думают, что они будут услышаны из-за своего многословия. То есть у язычников доверие от молитвы не на Бога, как на личность дающего, а на то, как Он это делает. На то, как, ну, понимаете, сколько Он сделает. И Он вот мыслит вот этими пропорциями. То есть получается, что у него как бы с Богом реальных отношений нет. У него просто есть вот... И вот понимаете, что мы вообще по своей сути очень часто вообще близки вот к этому состоянию язычников. То есть вот, ну, поэтому мы, вот у нас и должно произойти вот это вот именно изменение сознания, именно изменение в мышлении. Да, что такое быть христианином. Когда Иисус говорит, а у вас волосы на голове все подсчитаны. Да, вот. Отец вот все знает про вас. Вы доверяете Ему. Почему отцу как бы не доверять, что Бог контролирует всю вашу жизнь? Вот. И... Соответственно, ну, мы тогда спросим, о чем молиться, да. Ведь молиться нужно много и постоянно. Нужно искать тогда. Как? Да, нужно спрашивать Бога тогда. А как? Да, если Бог говорит, вот так вот не надо, да, мы должны что сделать? Мы спросить должны Бога, а как? Поэтому вот Иисус и говорит, если бы ты был или холоден, или горячий, да, то есть распавленным быть плохо, да, что Он сказал с ним сделать, кто бы быть теплый. Там такое некрасивое слово использовано, да, что я тебя изблюю из своих уст, да, что меня тошнит другими словами от этого. То есть вот, ну, и я говорю, что мы должны об этом думать, мы должны задумываться, вот, 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 если у нас так же. Нас это должно приводить в какое-то такое вот, ну, состояние, что, ну, действительно, вот, а я теплый или нетеплый? Или, вот, какой я? Короче, сегодня молитвы. И вот, когда мы к Богу приходим, мы должны понять, что Бог не глухой. Бог не глухой. У Бога неплохо с памятью. Ему не бывает трудно. Он не ленивый. Он не откладывает на завтра. Для него нет ничего невозможного. Им не нужно манипулировать. Ему не нужно, как вот мы, когда у кого-то что-то хотим попросить, мы не это напрямую, как бы, просим, а вот заходим с какой-то вот такой вот стороны, да, чтобы вот... Мы иногда это на Бога все туда отправим. То есть, у нас есть настоящий мотив и то, что нам нужно, но мы идем с какой-то вот другой какой-то просьбой. Вот. Поэтому Бог – это тот, кто видит мотивы. Бог никогда не обращает внимание на количество людей, которые будут об этом, о чем-то просить. Знаете, тут не нужно собрать большую толпу для того, чтобы вот Бога о чем-то уговорить, да. По сути своей, да, то есть, как бы, естественно, когда есть молитва «Единство» группы людей в одном духе, я сейчас не об этом. Я говорю немножко о том, вот, ну, как бы, вот, как мы можем приходить к Богу. Бог видит веру и не верю, да. Бог не нуждается в лести, да. Для того, чтобы у него что-то попросить и что-то от него получить, не нужно подходить со словами «Учитель блага». Знаете, к Иисусу однажды так пришел «Учитель блага». Что ты меня благим называешь? Никто не благ, только Бог один, да. То есть, ну, Иисус нам показывает вот эту вот реакцию, да, потому что Иисус и есть Бог, да, вот в духе, да. И Он реагирует на определенные какие-то вещи, что ты вот ко мне такой приходишь с этими красивыми словами, да. Бог не нуждается в нас. Знаете, да или нет? Не нуждается в служении человеческих рук, да, как бы имеющий в чем-либо нужду. Бог не раздражается на твои ошибки. То есть, да, если ты наошибался, и ты такой, ну, теперь вот как к Богу идти, вот, вот, наисполнял. Иди. Он больше, ну, твоих, и вот именно сейчас иди. Ну, я вот тут вот так вот плохо сделал, а тут мне надо вот просить, чего-то, мне же нужно сначала вот с этим. Нет, иди проси. Иди проси, действительно, если тебе действительно сейчас надо, и даже если ты тут ошибся, и, как у нас говорится, исполнил там что-то, все равно иди проси. Потому что вот в этом вера. Понимаете или нет? Ну, потому что, ну, мы иногда вот такие отношения даже с Богом как бы выстраиваем, как будто вот нам важно, чтобы у него было хорошее настроение в тот момент, когда мы у него попросим что-то. Как будто мы это настроение ему пытаемся приподнять своими какими-то действиями для того, чтобы потом что-то попросить. Вот так люди делают, знаете, руководитель там, а они там, ну, как настроение, надо спросить, что-то сказать. И вот выстраивают такие отношения. Вот с Богом не нужно таких отношений выстраивать. Нужно просить, просить, да? Нужно понять, что Бог не думает, как мы думаем. Тоже, да, когда мы к Нему приходим. И то, что Он хочет видеть, это хочет видеть веру. Да? В чем заключается вера? Что Бог воздает ищущим. Бог хочет, да, чтобы... Вот о чем говорит вера, да, вот евреям там, 11 глава. Что? Я открою. 11 глава евреям. Ну, я сейчас не про уверенность в невидимом. Вот там 5 или 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И что Он есть Бог. И что Он всемогущий. И что у Него это есть. И что у Него... Если Он тебе не будет давать вот это, ну, как бы, и не собирается там давать вот это, то, что ты Его просишь. Ну, пусть тогда Он тебе скажет, почему Он тебе это не дает, или что-то другое Он тебе хочет дать. Ну, вот это отношения, правильно или нет? Мне очень нравится отношение апостола Павла, например, с Богом. Так написано, что трижды молил я Бога, чтобы было забрано жало. Но Бог что, так оставил его в неведении? Нет. Бог ему пришел и объяснил. Для тебя лучше остаться с жалом. Понимаете? Апостол Павел не просто был таким человеком, который вот в неведении там, да, он молился и не получил. И мы тогда можем сказать, ну, вот, молись и неизвестно, получишь там, не получишь. Может, это все не то. Отношения подразумевают ответ, правильно или нет? И Бог говорит, ну, я вообще-то не молчащий Бог. Понимаете? В чем проблема? Часто в нас проблема, что мы не можем даже вот об этом с Богом поговорить. Бог, а почему ты молчишь? Почему ты не говоришь вот в эту мою ситуацию? Хорошо, ты не даешь мне там, я не знаю, мужа или жену. Много лет. Ну, тогда скажи мне, когда? Или что ты мне скажи на эту тему? Понимаете, вот мы иногда не готовы сами к этому искреннему разговору. Потому что, например, иногда не хотим услышать то, что Он хочет нам сказать. Правильно или нет? Иногда почему не спрашиваем? Не хотим услышать то, что нам не понравится. И это уже неправильное отношение. Правильно или нет? И если мы перестанем бояться услышать от Бога то, что Он хочет нам сказать, у нас действительно изменится отношение с Ним. Потому что вот в этом и заключается вера, что Бог благой, Бог. Он добрый Бог. Ты веришь в это или нет? А почему ты думаешь тогда, что тебе не нужен от Него ответ? И Бог говорит. И я вам скажу, что, ну, я, проходя там свою ситуацию сложную, которую вы все знаете, у меня в определенный момент мне пришел ответ от Бога. Вот я у Него его, вот, вот, я с Ним поговорил. И у Него спросил. И Он мне сказал. И мне не понравилось. Но потом, когда уже я успокоился, я смог принять все равно и сказать, ну, все хорошо. Понимаете? Иногда вот в этом вот все кроется. Что мы не хотим правду-то знать. Не хотим правду видеть. Просто вот сами. И поэтому продолжаем молиться бесполезными молитвами иногда часто. Бессмысленными. Просто заполнять фон молитвенной жизни своей. Тебя интересует что-то, у тебя есть проблема, но ты не умеешь стоять как бы в этой проблеме. Тебе не хватает веры стоять за проблему. И ты вот живешь проблемами других людей. Пытаешься вот за других там молиться там или еще что-то. Опять же думаешь, что тебе необходимо Богу поднять настроение для того, чтобы в итоге потом попросить о своей проблеме. Вы думаете, Богу это все надо или нет? Бог не как человек. И поэтому, знаете, вот Иисус этому и учил. Да, что у вас и волосы пощеплены. И отец постоянно печется и заботится о вас. Соломон мне там, да, вот. Почему вы думаете, что я вас не одену, не позабочусь о вас там и так далее, да? Наша молитва к нему должна быть, ну, в первую очередь пропитана уважением к Богу и трепетом. Вот, ну, действительно, я личность там, за моей вот этой вот, да, за завесой, куда я обращаюсь, туда, в темноту. Или там компьютер, который собирает количество лайков, да, или количество каких-то обращений там, да, который, какой-то счетчик там стоит. Или там все-таки личность, с которой нужно разговаривать, нужно разговаривать искренне по тому вопросу, который тебя волнует. Ладно, теперь я... Да, именно то, с чего это все началось. Я не знаю, может быть, уже кто-то догадался. Дайте чуть-чуть еще анестезии, да, что я не истинно в последней инстанции, я просто говорю из своих переживаний. Вот, поэтому тот тон, которым я, как бы, говорю, он вот такой, да, немножко, как бы, такое возмущение, ревность, да, поэтому вот так я об этом думаю, во всяком случае. И поймите, что когда я буду это говорить, я не думаю плохо о вас. Я думаю плохо о вот самом этом принципе, в котором мы чуть-чуть находимся. И, в принципе, вот все это, эта тема родилась из того, что я наблюдаю, что происходит в нашей группе. Вот там, в Вайбе, вот с этими вот штучечками, знаете. Помните, кто вот такие штучки? Кто ставил такие штучки? Многие ставили такие штучки. Вот. И там было много нужд, и мы ставили такие штучки. Я не хотел, чтобы я поняла руки там, как бы, конкретно. Но я больше чем уверен, может быть, если кто-то, да, вот там, туда бросают какую-то нужду. И какие-то люди говорят. И мне хочется спросить. Ты идешь и молишь себя пять минут за эту проблему? Или ты тут же забыл то, что ты сделал? Я не хочу, чтобы вы отвечали. Если кто-то молится и делает, пусть вас Бог благословит, делайте. Это действительно, ну, я просто про себя даже говорю. Я сам иногда отвечал на какие-то такие вещи, там, помолись. И я говорю, конечно, помолюсь. И, честно скажу, я тут же забывал про то, что я пообещал. И вы можете сказать, о, какой плохой пастор. Ну, я даже в каких-то моментах я себе говорил, как бы, что... Надо хотя бы пойти помолиться, я же вроде пообещал. Ну, как-то вот суета, то, в которой я нахожусь, то состояние даже, в котором я нахожусь. Потому что я не нахожусь в состоянии той просьбы в этот момент, о которой меня просят. Иногда эта просьба вот такая, иногда эта просьба вот такая вообще, да, то есть, как бы, ну... И вот, ну, как бы, я вижу, как, на мой взгляд, мы удешевляем молитву. На мой взгляд, мы удешевляем молитву, что мы ее как будто упрощаем. Вот вы сами подумайте, вот, да, бросается просьба, да, и вот, как это... Человек надеется, что за него помолятся, а много раз за него не молятся. И, ну, как бы, я говорю, я знаю, что кто-то захочет со мной там поспорить, ну, я говорю, если кто-то молится, молодец. Да, и вообще я это говорю не для того, чтобы мы убрали это, да, а я это больше даже говорю, для того, чтобы мы придали этому вес. Придали этому какую-то осознанность и осмысленность. С нескольких сторон. Во-первых, в просьбах, которые мы туда пишем, да, те люди, которые вот что-то пишут, да, чтобы это не было просто, опять же, какая-то суета жизненная, что вот за то, за это, там, и так далее, да, как будто, вот, понимаете, вот у меня возникает, что вот у Бог, Бог это стол заказов там какой-то, да, ему так важно, чтобы туда ты сказал, Бог, помоги там, блин, вот просто вот этот вот момент. Ты услышал, он ушли, и ты такой, Бог, вот туда, пожалуйста, да, кого-то Бог без тебя обойтись не может, да, вот без твоей вот этой маленькой такой просьбы, алло, Бог, ты ваш? Вот смотри, просто потому что тут уважения нет просто. Вот у тебя, например, есть с каким-то чиновником хорошее отношение, который может решить какие-то вопросы, он тебе сказал, потому что проблемы будут обращаться. И вот тебе позвонили с какой-то мелкой просьбой, ты будешь звонить этому чиновнику? Или смс-ку написать, слышь, помоги, там, вот это вот. Не будешь, правильно? А Бог больше этого чиновника или нет? А мы к Богу вот так относимся. Как будто бы Бог без твоей вот этой вот, ну, заявочки такой маленькой, без твоего лайка там, да, как вот мы можем сделать там, он не справится вот с этой вот, ну, проблемой. И вот я вижу вот эту проблему, то есть получается, что, получается размытие сути вещей, вот в такой как будто бы игре. Она вроде так неплохая на самом деле, такая вот, мы как будто переживаем, мы такие вот, ну, мы же церковь, мы у нас же вот нужны, нам надо вот, чтобы все помолились. А в реальности происходит, что толком никто не молится и толком ни у кого ничего не происходит. Вот в чем проблема. Знаете, вот проблема-то в этом, что реальных свидетельств нету, а потому что реальных, настоящих молитв нету. Потому что вот когда вывезла какая-то серьезная нужда, например, да, вот Руслан выложил там серьезную нужду, да, за дочь. И вот, ну, хорошо помолимся, да, так вот, откликнулись. И, ну, я, например, знаю, да, что те люди есть, которые молятся, они, ну, надеюсь, действительно молятся. Я говорю, хорошо, если пять минут, потому что пять минут это много, вы знаете или нет? Пять минут молитвы, это много, это усилие, это не вот... А есть те, которые, как бы, вот это вот то, что мы помолимся, это значит, мы тебе сочувствуем. Это я вот, вот поэтому я вот это не пойму, о чем мы сочувствуем или мы молимся? Молимся. Ну, значок означает молимся, я тоже это понимаю. Ну, вот я и боюсь то, что если вот об этом не говорить, если я вот вам просто свое мнение по этому поводу не изложу, то мы медленно-медленно превратимся, вот, или быстро, там, в какую-то такую религию, и что у нас станет вот это вот, ну, нормальным таким. И получится, что народу много, а толку нет. Потому что, как бы, вот, от количества людей вообще ничего не меняется. Если 200 человек сделали вот так, и ни один не пошел после этого молиться, то какая разница, сколько человек сделал вот так? Для меня лучше, если вот эта нужда будет высказана человеку какому-то лично, этот человек приедет тебе лично домой и с тобой помолится. Вот от этой молитвы будет намного больше. Это мое мнение. Потому что я вот, я вот просто анализировал вот на всем этом Новый Завет. Вот Иисус, Он был всемогущим, да? И Он мог действительно, вот, Ему можно было помолиться там, или что-то Его попросить, и Он так... Были моменты, куда Он даже не ходил. Но большинство моментов к Нему приходили люди и говорили, приди, помоги нам. И Он что делал? Да мне не надо идти, и все нормально. Бог благословит. Вот так. Сделал, я сделаю так. Сам Иисус сделал вот так, да? Представляете, у нас Иисус в группе был, и от Него были такие редкие лайки, и вдруг Иисус... Все. Но даже Иисусу нужно было прийти к дочери Иоира. Женщине нужно было прикоснуться к Иисусу. Да? То есть, как бы, ну вот, у нас, вот у Вити, знаете, строители, видите, жена умерла от рака, внезапно. И, ну, как бы, я вот, когда узнал, и он, помолитесь, да? И все сказали, ну, конечно, помолитесь. А мне было побуждение, что мне надо ехать, он же 200 километров, у меня было побуждение, надо ехать туда. Вот только так, вот еще есть какие-то, не знаю, там, за исцеление я буду молиться, или за спасение, или Евангелие ей успею, как бы, объяснить или прочитать. Но я не поехал. У меня не хватило силы, у меня не хватило веры для того, чтобы вот взять и поехать. Хотя побуждение было серьезным, и я, как сказал, я почти поехал. Но все равно не поехал. И вот я хочу вам просто тоже это как сказать, знаете, вот, прежде чем за что-то молиться, вы спросите себя, а ты готов вот сейчас взять и поехать туда, и там молиться? Вот именно взять, оставить все, и поехать туда, и молиться. Вот за этого человека, вот за эту нужду, которую он выложил в группу. Потому что пускай хотя бы вот через это будет проверяться сама та нужда, которую мы будем выкладывать, да? И наша как бы вот на это действительно реакция, что ли, мысль, какая у нас пойдет там от этого, что мы конкретно будем делать. Я серьезно, я сильно переживал за то, говорить с вами на эту тему или не говорить. Оно во мне вот в две недели собиралось. И чем больше оно собиралось, тем больше оно там процветало. Меня это все вот все больше и больше разрывало. И последний момент, это был вот с Мишей, я был вот, Мишка наш, Вася. Вот. Вот пятница, четверг, он прям на работу, он уходит, я говорю, что на нем лица нет. Я устал, я не могу, я думаю, ну какие-то проблемы. И я пошел с ним разговаривать, и там проблемы в семье, и эти вот нерешаемые из раза в раз проблемы. И он мне вот изливает сердце, и говорит, ну я, говорит, в группу написал, говорят, помолитесь. Он говорит, и мне легче стало. И вот я сижу такой, я готовлю проповедь об этом, говорит, что, может, и я начинаю думать, наверное, может, я не прав. Может, я все-таки вот, ну, зря вот это все вот надуваюсь, и, наверное, все-таки это как-то помогает. Потом он, ну я потом, и начинаю ему искренне говорить, слушай, а я вот как раз говорю, тут вот против группы, мыслю, да, вот. Я уже вот действительно говорю, слушай, я тебя вроде как засомневался, знаете, он, а он как бы вот, ну, он вылил туда этого нужда, там, да, да, помолитесь как бы за меня. И ему как бы вот где-то внутри стало легче, как бы вот, что за него помолятся. А я ему потом начал говорить вот то, что я вот вам сказал. Я говорю, а я вот как бы вот по-своему времени вот об этом думаю, что толком-то никто не молится, и все это вот, ну, какой-то вот просто вот такая движуха ради движухи. И он мне вот как бы искренне тоже говорит, да я тоже все время так думал. Ну, я тоже так как бы думаю, и поэтому, ну вот сейчас было так, я вот туда написал, и мне как бы стало легче. А знаете, это, ну, а я потом начал ему все равно говорить, говорить, как бы вот, что я вот так вот считаю. И я говорю, и я считаю, что, ну, смысла больше, что нужно, если уж мы молимся там за какого-то человека, то надо тогда, чтобы этот человек услышал, что за него молятся. Я вообще считаю, что вот, ну, есть два как бы варианта, чтобы молитва сработала. Либо это должна быть молитва постоянная за какого-то человека, да, вот как мать молится за своего сына, да. И вот, ну, обычно есть такие свидетельства. Вот мать очень долго молилась за своего сына, и Бог взял, и в итоге сделал чудо и спас. Есть свидетельства, есть. То есть сын знал, что мать постоянно молится, знал. Мать постоянно молилась, постоянно, да, то есть как Бог сделал, да. Есть свидетельства, да, вот этой постоянной молитвы. А мы иногда очень вот, ну, как бы, слишком все вот, с одной стороны, легко. Или второй момент, что вот то, что я вижу как бы по Библии, эти люди, за которых мы молимся, они должны услышать, как за них молятся. Эта молитва должна быть произнесена при этом человеке. А не просто так вот, такой вот, ну, какой-то, ну, какой-то, где-то там кто-то помолился. Вы отправили в нужду. И он как бы вот слушая меня, слушая меня, и потом в итоге я говорю, давай, я приеду и помолюсь. Ну, в итоге все пришло к тому, что я действительно через день потом туда приехал, мы помолились, и произошло, ну, как бы, я не знаю, там, много произошло, немного произошло, но действительно вот что-то начало, как бы, вот, сдвигаться, ими даже в том, что вот мы помолились за человека конкретно, и он услышал, ему Евангелие рассказали, там, и так далее, понимаете. И это не осталось просто вот каким-то таким секундным облегчением, потому что смысл-то в чем? Это же вот как, опять же, братья наши православные, я пришел в храм, и мне легче стало. Понимаете? Вот, ну, и здесь так же, да, то есть, как бы, я туда нужду свою отправил, они помолятся, и мне легче стало. Ничего не решилось, проблему не решилось, как обычно там, и часто, если решилось, то случайно, и параллельно, и, ну, если она какая-то, такая обычная, типа, голова болит, она и так проходит, знаете, ну, как бы, как вот, ну, обычно там бывает. Или там, или там, что-то сделалось, то, что не делалось, там, продалось что-то, или купилось что-то. Потому что есть вещи, которые, вот, они и так делают. Я просто говорю, что, вот, хочется это поправить, ну, как бы, вот, донести, мне самому это хочется, чтобы наша молитва, она имела вес, чтобы мы сами ценили свою молитву. Чтобы ты не, даже вот, ты не бежал молиться за все подряд, а ты сказал, ну, как бы, ну, за какую-то ситуацию, а я вот за эту ситуацию не буду молиться, вот не хочу, не чувствую я. Или я по-другому, как бы, чувствую. Потому что, ну, иногда, когда ты, как Герасим, на все согласен, тогда, ну, что, ты просто, вот, Богу без тебя не обойтись, чтобы еще, вот, говорю, какой-то лайк дополнительный ты туда привнес, да? Ведь у Бога не так это все работает. Поэтому, ну, вот, если мы будем просто хотя бы думать об этом, размышлять об этом, придавать этому вес, что мой звонок министру, да, там, или какому-то чиновнику, ну, я не буду его растрачивать по пустякам. То есть, это вот, если я позвоню, я позвоню при какой-то серьезной проблеме. Может быть, даже не своей проблеме, чужой проблеме, но, ну, чтобы я позвонил человеку, да, вот, использовал эту возможность свою позвонить этому человеку и что-то у него попросить, меня должна проблема тронуть, правильно или нет? То есть, мне нужно какое-то, вот, усилие сделать. Вот, молитва настоящая, она в этом. Поэтому, да, когда Иисусу, там, говорили, приди, он шел, понимаете? Он просто шел туда, возлагал руки и делал там дело. Там, другой пример, Петр. Вот, ну, вот, как оно работает? Хотите, чтобы молитва работала? Нужно, вот, придавать этому значение. Умерла, помните, Дорка была такая. Женщина, которая благотворительностью занималась. Давайте я прочитаю просто это. Деяние, 9 глава, 36 стиха. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серба. Она была исполнена добрых дел, притворила много милостей. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в больницу. И как Лида была близне Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Понимаете, вот, произошла проблема. И, понимаете, они не просто вот молитвенную нужду там отправили какую-то. Они послали за Петром, чтобы Петр пришел и помолился. И Петр пришел, оставил какие-то свои дела. Какое-то время шел, тогда ходили пешком, да. А мы иногда не готовы сейчас на машине приехать к человеку, для того, чтобы помолиться за эту проблему. А потому что, ну, и проблемы, как бы часто и не проблемы, да. И мы не готовы иногда на что-то, да, что вот нас... Вот, и вот все вот это в совокупности, оно молитву удешевляет. Соответственно, наши отношения с Богом удешевляются. И тогда вот мы живем сами вот в какой-то такой чуть-чуть размытой, теплой религии, что вот у нас ни чудес, ни происшествий, ни обращений к Богу людей, ни как бы ничего. Потому что вот так вот привыкли. Вот так вот привыкли все как бы в целом и кучкой. И я вам скажу, что это не вы одни такие. Сейчас почти все, все везде оно примерно вот так. Вот это вот мышление соцсетей, оно вот примерно такое, что какое-то количество как будто имеет какое-то значение. Количество не имеет значения. Имеет значение, молитва должна быть усердной, молитва должна быть постоянной, молитва должна быть услышана, молитва должна быть личной. Молиться надо уметь, да, вот как бы, чтобы, ну, ты пришел, и ты не два-три слова там сказал, застеснявшись. а все-таки ты помолился и помолился горячо и человек что-то пережил там в этом моменте я вот этому учусь поэтому я вот вам про себя хочу сказать нужно если вам вы меня зовите лучше чем просто попросить помолись за это вот я вам уже сказал как у меня это работает даже если я тебе скажу хорошо имею в виду что не факт что я пойду и упаду на колени но если я приеду к тебе то я буду молиться поэтому ну как бы и я просто хочу этим самым тоже вам такой пример дать позовите лучше кого-то свою ситуацию одного одного или двух или в церкви озвучьте но если мы даже вот как бы в церкви там не помню я же тоже понимаю как это работает так что-то за нужды помолись есть нужды и тишина такая не помню есть у нас нужды нет у нас нужно а есть точно да вот надо в группу написать и я не просим группу поймите я теперь понимаю наверное да что группа теперь как бы это вот это я хотел сделать я вообще считаю как бы если уж мы придем как бы к этой ситуации пришли сегодня у меня было это понимание побуждение вы должны ну как мы должны каждый раз когда вы приходите сюда с ней каждый раз молиться за ней в эти каждый раз с возложением с маслом там всем всем потому что ну это ну как бы это война это битва это действительно вот ну серьезная проблема серьезно поэтому ставить ее в один ряд с какими-то бытовыми до бытовой какой-то веры бытовыми какими-то нуждами вот не стоит то что вам не все понравилось на всем согласно это нормально ну я просто не могу говорить как вот об этом как бы играется да я немножко вот говорю как вот я чуть-чуть об этом думаю но я же вам и себя скрываю или я пророк как он молится за то чтобы был дождь в израиле помню кто-то или нет это место ну нет как он молился как сама происходила эта ситуация когда вот пришло это уже у него решение откровение все дать дождь да что вот люди покаялись да люди что-то увидели пора давать дождь и он пошел там написано он засунул свою голову между колен и послал слугу смотреть нет летучий слуга возвращался иди еще раз и так продолжалось 7 раз и вот уже на седьмой раз написано появилось облачко с ладонь и тогда он ему говорит ну все теперь иди и укройся от дождя какие-то рекомендации да да то есть мы что здесь видим определенную неотступность или молитвы в первую очередь да что вот он верит в молитву он не верит в молитву сейчас в ответ божий верит аминь мы должны верить уже ответ если мы не получаем результат да тот который мы просим мы должны узнать у него ответ как апостол павел это жало тебя дано потому что в слабости своей ты так-то так-то и здесь я вижу или и знаете вот там просто на седьмой раз как бы произошло а так этому человеку было сказано что вот иди и и и и и наблюдай да вот у меня действительно было как бы а мы не очень хотим часто наблюдать за результатом потому что не хотим разочаровываться и поэтому думаю что лучше не наблюдать за результатами а библия говорит нет надо наблюдать за результатом я помню у нас вот было исцеление в центре это было там несколько лет назад когда у человека была огромная температура он совсем не спадал и там мы один раз помолились она чуть спала потом я ребятам сказал они помолились и действительно произошло у него исцеление просто вот в один день чудесное необычное я сам первый раз таким столкнулся у меня было все время желание проверить это и я помню свои чувства что мне хочется все нормально все хорошо уже на градусник меряй и он меряйте там 36,8 и я вечером это было утром и я вечером опять говорю как ты себя чувствуешь нормально все нормально я говорю градусник да не надо меряйте и вот ну как бы мне было ну важно я не боялся посмотреть правде в глаза если нет ответа на молитву нет еще ответа на молитву правильно или нет вот принципы божьи они такие и как бы вот ну и молитва часто она не проблема когда она одна и та же да иисус дефсимании три раза одной и той же молитва да и он дефсимании в принципе да не просил да ну как бы пусть минует но не моя воля но твоя да он как бы общался договаривался он он соглашался он принимал он как бы вот проходил эту борьбу там и так далее да и там написано что ну там был ответ в чем был ответ помните ангелы пришли и его утешали я не знаю как это было я не знаю как это было но ангелы пришли и его утешали вот хотя бы такой ответ но должен быть в твоей жизни если не изменится то через что тебе нужно прийти пусть придут ангелы и утешут тебя чтобы ты мог сказать меня ангелы утешили аминь или нет ну вот как это вот вот так просто то о чем я думал чтобы ну потому что когда вот все просто в общей массе все так вот аллилуйя слава богу оно на самом деле не аллилуйя не слава богу очень часто что мы какие-то свои настоящие нужды какие-то свои то что мы хотим то что мы молимся мы не получаем из-за этого вот пытаемся как будто бы заслужить божье расположение поднять ему настроение своей какой-то движухой знаете у бога нет депрессии вот у него нет депрессии он не мучается от настроения он не раздражается у него нет такого времени когда ему неудобно отвечать давайте вот ну и вот с этим нужно приходить аминь вот поэтому ну и вот давайте пытаться вот это вот практиковать что есть нужда у человека приезжайте приезжайте и молитесь или собирайтесь молиться я кстати ну по поводу себя ну вам благодарен я чувствовал и видел что когда я проходил через свою проблему церковь действительно собиралась и и промаливала это у меня здесь никаких претензий нет да да ты делал мне не про это я просто какие-то вещи хочу еще просто чтобы мы о них подумали я вот еще анастезии что я это говорю не потому что все плохо а потому что хочу чтобы стало еще то есть как бы вот это не для того чтобы вот осудить но какие-то вещи на че иисус говорит всякую ветвь которая приносит плод он что делает а приезжает да вот он убирает вот эти вот ненужные какие-то вещички которые вот поэтому мое просто желание чтобы вот у нас действительно появилась вера и наши молитвы потому что вот ну я вижу что мы молимся и делаем попытки молиться и все это хорошо поэтому для меня это больше вот чтобы мы обрезали вот это вот лишнее да и придали еще больший вес тому что бог живой аминь или нет то что действительно молитвы наши работают и мы должны как бы в это еще больше верить да и не вот уходить на такой уровень суеверия да как часто бывает как религия это делает если вот я я верю на самом деле я верю я рад что вот я две недели этого нашему и в итоге у меня вот именно такой сегодня вам посыл не просто вот как бы тут как-то исправлять там или еще что-то я нашел это такое послание для вас такой вот дух чтобы мы просто еще больше предали этому вес не чтобы перестали а чтобы отнеслись к этому еще большим уважением с еще больше верой и действительно иногда свою задницу нужно поднять и куда-то привести да потому что вот ну вот то что я верю что бог со мной и поэтому я убедил мишу что мне нужно попасть к нему я готов попасть к нему и и он после этого стал действовать тоже с другим дерзновением и там убедил этого человека что если человек приедет то что были тоже определенные какие-то рамки а как будет а стоит не стоит может потом как у нас обычно да просто потом попозже ну мне понравилось как бы он это сделал потому что он уже там через день мне с утра звонит все приезжает я чувствую я говорю алё куда ну ко мне я говорю когда он говорит ну сейчас и я вспомнил что я обещал я вспомнил как я об этом думал да и вот ну как бы мне пришлось ехать и вот ну и поэтому я вам обещаю тоже если вам нужно я приеду и я бы хотел чтобы вы были такие же что если кому-то нужно чтобы вы могли приехать чтобы вы понимали что очень важно чтобы человек за которого ты молишься услышал эту молитву это очень важно аминь